Алексей Владимирович, как Вы оцениваете выступления армейских теннисистов за последнее время? Если в общих чертах, то можно назвать выступления их положительными. Но если остановиться на конкретной фамилии, то тут можно назвать следующих наших спортсменов. Прежде всего хочу отметить Виталию Двиченко. По итогам прошлого сезона, где она в концовке очень удачно выступала, в том числе и на Кубке Кремля, она попала в сотню сильнейших теннисисток мира, закрепилась там в районе 80-й позиции. И за счет такого успешного выступления была приглашена даже в сборную национальную команду для участия в играх Кубка Федерации, который состоялся в Польше, где она очень успешно выступила с Настей Павлюченко в паре, принеся очко российской сборной. Виталия сейчас на подъеме, очень хорошо выступает, особенно в парной комбинации, и хорошие результаты у ней в одиночном разряде. Вторым бы нашим спортсменом, кого я хотел бы назвать, это Александра Панова. Тоже прекрасно начался сезон, прошла квалификацию большого шлема в Australia Open, прошла первый круг и случайно или чуть не сотворила сенсацию во втором кругу, где играла она с Марией Шараповой, показывала прекрасную игру, и только благодаря, может быть, отсутствию опыта, она не смогла выиграть у Марии, поскольку в третьем сете она вела 4-1, в конце матча было у ней два матчбола, но вот не смогла как бы дожать, закрепить этот результат, в итоге проиграла, но оставила очень хорошее себе впечатление специалистов, прессы, и она тоже является кандидатом в национальную команду, кстати, она уже в прошлом году выступала в ней на финале Кубка Федерации против итальянцев, и зарекомендовала себя как хороший перспективный резерв национальной команды. Третью фамилию я бы назвал, это Маргарита Гаспарян, которая тоже давно уже находится на карандаше специалистов сборной команды, она прогрессирует, тоже выступала за национальную команду в прошлом году, просматривалась, тоже имеет положительные очень отзывы от специалистов, также хорошую прессу. Вот эти вот три новых наших молодых спортсмена, теннисистки, это вот наш резерв, которые, я думаю, что в этом году, а может быть, немножечко, чуть позже, поближе к Олимпиаде в Бразилии, они составят серьезную конкуренцию первым номерам сборной. Среди мужчин, юношей, здесь я тоже бы хотел назвать пару фамилий, Прежде всего, это Евгений Донской, который принес очень важное очко в матче Кубка Дэвиса за сборную России, обыграв лидера португальской сборной. Тем самым, наша команда вышла в следующий этап. Если говорить о более младших юниорах, которые могут в перспективе о себе заявить, Ну, здесь, наверное, можно назвать двух молодых ребят. Это Роман Блохин и Александр Овчаров. Это оба члены сборной своих возрастов. Блохин до 16 лет, а Овчаров до 18 лет. Тоже большие надежды с ними связываем. Я думаю, что мы о них скоро услышим. Продолжение следует...